так так мы начали уведомлять хорошо уведомляйте привет девчата вот потихонечку до начинают девчонки подключаться к нам надеюсь нас видно слышно все хорошо да ну что господи недели летят так быстро что даже не успеваешь опомниться вот значит сегодня у нас четверг четверг и два часа дня до они чуть-чуть мне тут припоздали до 205 уже значит по четвергам в два часа дня мы всегда встречаемся с вами в прямом эфире сегодня с вами буду я меня зовут наташка клюгина живу в городе ростове-на-дону работа инструктором в школе екатерина мирошниченко и по четвергам вот в два часа дня мы встречаемся для того чтобы сделать какие-нибудь незамысловатые дизайны и пытаемся помочь всем мастерам ну как бы придумывать что придумки всякие дизайна да то есть когда ты работаешь на потоке когда у тебя много клиентов когда тебе некогда об этом думать хорошо когда есть какие-то готовые решения которыми мы можем с поделиться здравствуйте добрый вечер здравствуйте добрый день здравствуйте 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 так значит ну пытаемся придумать для вас какие-то варианты дизайна и я все время говорю всем о том что очень много фирм очень много компаний работать над созданием всяческих вот таких вот декораций гель-лаков цветных гелевых красок и так далее создают множество материалов понятно что производят продукцию пытаются реализовать на рынке но вот школа екатерина мирошниченко за все года в которой я работаю когда выпускают какой-то материал какой-то гель-лак или какую-то гелевую краску будь то топ с блесточками видели уже второй вышел красивый такой один с голографическими блесточками 2 такой серебряными я еще вот хочу тоже в руках поддержать еще не успела так вот когда выходят какие-то новые материалы гель-лаки топы и цветные гель-лаки какие-то декорации в виде слайдеров до переводных картинах или каких-то наклеек в нашем случае называются не шарми кончики наклеечки да мы всегда пытаемся с вам сразу предложить кучу разных готовых вариантов вот и как бы прям будем выходим в прямые эфиры не только я девчата из нашего офиса из других городов для того чтобы предложить вам какие-то готовые решения ну и сегодня как бы день не исключение мы точно также предложим вам какие-то готовые решения из декораций которые вышли совсем недавно и все это было как бы к новому году да естественно приурочено третье сверху а мы сейчас делаем сделаем что-нибудь эдакое и так значит что хочется сказать ну вот вы видели да что нибудь мы за этих сейчас мы что-нибудь сотворим понятно что они очень легкие на чем хотела заострить ваше внимание ну во первых на том что уже в продаже на прошлом прямом эфире мы с вами говорили о том что вышел новый набор под гипнозом да это набор из шести цветов с блёсточками сейчас мы откроем эта коробочка такая классная такая оп открывается так классно так 6 цветов видите в коробочке у нас находится 395 396 сейчас мы их вот так вот 397 398 399 и 400 вот 6 оттенков в этот набор кроме гель-лака входит еще и декорация виде вот таких вот новогодних звездочек отдельно не продается только входит в наборчик мы кстати прошлом прямом эфире делали как раз таки вариант и добавляли в работу вот такие вот слайдеры они идут с камушками объемными камушками так 6 цветов все они девчат блестящие сейчас не буду открывать каждую отдельно что хочется сказать так обзор на обзор на ну во первых это шесть ну можно сказать знаете как бы превосходными словами там типа 6 головокружительных гипнотических оттенков для создания яркого новогоднего маникюра максимальная концентрация шиммера шиммера они идут с такими блестками да шиммера причем и есть цвета с крупными блестками и цвета с мелкими блестками максимальная концентрация шиммера который создает плотное непрозрачное покрытие эти гель-лаки девчат наносятся практически и не практически а в один слой лучше всего наносить лучше всего в один слой и второй слой даже совершенно получается ни к чему потому что все вот эти вот блестки которые внутри находятся не знаете как стеклярус они все имеют такой небольшой объемчик сейчас я вот прошла в прошлом прямом эфире выкрашивала типсики и даже знаете брала там фонарик свой сейчас я возьму и подсвечу они как светоотражающие да получается значит максимальная концентрация шиммера который создает плотное непрозрачное покрытие в один слой и вот сейчас вот этот один слой девчат нанесен на прозрачных типсах а в один слой это прозрачные типсы и я даже не успела в прошлом эфире потому что нас выкидывала из эфира интернет немножечко давал сбои и я даже не успела их покрыть прямом эфире поэтому я могу сейчас это сделать я взяла просто топ его сейчас вот сверху вот таким вот образом все равно это как вот и все это будет очень красиво блестеть очень красиво блестеть накапливать свет и переливаться сейчас мы вот так сделаем наверное надо было все таки по одной но ничего я думаю сейчас я справлюсь придержу тут немножко так значит я уже сказала что в набор кроме гель-лаков с большим количеством шиммера входят еще ложечки с наклеечками да вы можете сразу вот такие наклеечки сразу для клиентов для своих сделать выкраску сразу наклеить чтобы с пониманием дела до того было конкретно какие цвета что потом легче было найти ложечки естественно чтобы выкрасить и так вот я покрыла сейчас просто чтобы было видно красиво что блестит так удобный формат для знакомства клиентов с новыми гель-лаками когда у вас выкрушены и уже сказала что есть значит у нас там бонус до в виде слайдера со звездочками так я сейчас вот так сделаю фонарик включу мне так хочется посветить чтобы вы видели как они мерцают видно подсвечиваю фонариком просто вторым телефоном смотрите как блестит скажите же классно бывают знаете вот я уже говорила бывает наборы собраны гель-лаки вот 4 классных цвета 2 не очень или там 4 супер цвета 2 там для меня например не очень а это вот как раз формат набора гель-лаков такой что вот все вау все вау особенно блин вот так вот видно и фонариком тык-тык куда-то так вот мерцание вот это красивое мерцание глубокое мерцание это на прозрачных типсах в один слой девчат так значит я обратила внимание что эти цвета можно скомпоновать по два цвета ведь градиент же был есть и будет почему бы например из этих цветов не сделать градиента и мы ну они во первых конечно же самодостаточный каждый сам по себе но можно вот разделить например на три группы я вот по крайней мере для себя разделила гель-лаки на три группы на три пары скажем так это 395 цвет с 396 цветом можно сделать красивый градиент за счет того что у них размер шиммера одинаковый за счет этого смотрится очень круто и шиммер нивелирует переход из одного цвета в другой очень красиво смотрится вот значит вторая часть это конечно 397 398 красивый серебряный с таким розовым перламутром с легким таким розовым шиммером и синенький цвет видите там точно такой же розовый перламутр и получается что если их смешать вместе получается очень красивое сочетание цветов так и вот тут заодно просят зелененький цвет поближе показать а поближе видите может быть просто этот фокус до камеры а сейчас я еще вот так сделаю так вот так чтобы видно было по цвет под свечу немножко вот ну золотой понятно как бы сам по себе красивый классический золотой цвет тоже такой с мерцанием красивым золотым а в зеленом там мелкий мелкий шиммер зеленого цвета я думаю что вот сейчас вот мне кажется с фонариком видно да вот это зелененькое мерцание по крайней мере через экран вижу получается такой глубокий зеленый цвет такой красивый знаете не заборная краска такой грубой глубокий зеленый и с легким таким золотым зелененьким мерцанием очень красивый такой вечерний значит еще будет мне будут еще такой темно-синий бы сделали было бы прикольно вот так вот видно с фонариком я удовлетворила так вот очень красивое мерцание у всех цветов так выключу пока фонарик сейчас секундочку и так значит на три группы разделила 395 с 396 397 с 398 и зеленый вот с этим золотым очень красиво получается и конечно же прежде чем вам сказать я конечно же постела и чуть-чуть как бы напряглась и сделала градиент меня их местами дата один выше другой ниже видите вот получается золотой переходит зеленый зеленый золотой и так далее розовый в такой в черный черный розовый и серебряный в синий видно вот такие вот красивые варианты и конечно же я покажу вам как делать потому что я пыталась сделать это как я обычно делаю то есть как бы один цвет нанести второй цвет посредине размешать и потом сделать красивый переход вы знаете не прошел такой вариант я все таки как бы подумала что как же можно было бы проще сделать вот поэтому сейчас значит я сейчас попробую сделать так чтобы ну было вам понятно как в один слой вообще-то знаете вот цвета настолько самодостаточный что вот в принципе даже вот начинаешь что-то выдумывать что-то придумывать там добавлять какие-то декорации и все время кажут мысль не покидает голову что в принципе а вы знаете цвета такие красивые что можно принципе без декорации обойтись но и тем не менее они у нас есть почему бы не воспользоваться любую кисточку девчат лучше всего промыть в базе и кисточка для градиента не исключение она у нас одна единственная номер четыре никаких других кисточек для градиента у нас нет но мне очень странное название мы делаем градиент кисточкой которая называется амбре это такой вот это чтоб враги не догадались знаете вот чем вы делаете амбре а мы делаем амбре кисточкой вернее чем вы делаете градиент мы делаем градиент кисточкой амбре ну то есть это знаете такое вот зависание если не знаете чем идет речь звучит довольно таки смешно хотя знаете я не знаю чем отличается градиент от амбре все одно по одному мне кажется амбре это что-то больше для волос понятия когда волосы красят из одного цвета в другой как раз таки градиент это как раз таки вот в описании там для перехода цвета гель-лаков так ну что попробуем с вами сделать градиент и так давайте я возьму сейчас например вот красненький черненький то что вот мы говорим 300 395 396 с таким крупным мерцанием примерно на одну третью часть ногтевой пластины девчат мы наносим с вами 395 цвет гель-лака так понятно что у нас моделированный базой ноготь будем наносить в один слой но единственное может быть нам потребуется потом чуть-чуть добавить цвета но посмотрим примерно вот так вот одна третья часть ногтевой пластины это будет верхний цвет так и сейчас чтобы мне подстроиться под камеру сейчас секунду девчат чуть-чуть ниже вот так так вот и вы знаете я даже не буду особо трогать гель-лак под кутикулой а примерно от серединочки сейчас чуть-чуть эту капельку поставил эту стипсы скатилась немножко так и теперь вот примерно от серединочки аккуратно еле 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 прикасаясь значит начинаю потихонечку потихонечку распределять по ноготочку то есть вся масса гель-лака практически у меня остается стоять около кутикулы гель-лак не жидкий девчат не жидкий абсолютно никуда по предательски не потечет не переживайте вот так аккуратненько растянула и теперь девчат просушиваю обязательно просушиваю просушиваю так и готовим второй цвет это 396 и теперь ну не трудно догадаться что мы нанесем конечно же его на свободный краешек да и точно так же протянем вверх чуть-чуть так подсушили так и теперь наношу 396 номер давайте вот так на свободный краешек пытаясь подстроиться телефон заглянуть на кисточку не давим не стараемся нанести очень жирный толстый слой абсолютно ни к чему абсолютно ни к чему потому что я вам выкраску показывала и повторила несколько раз что на выкраске в один слой лежит гель-лак причем на прозрачной типсе чтобы вы понимали что если например ложа будет натурального цвета да или свободный краешек то конечно же еще больше мутно фокус всем так сейчас руки в перчатках вот так девчат лучше что ты будешь делать фокус сейчас один пальчик перчатки прорвала чтобы можно было вот так на экран так и все убрать чтобы ничего не цепляла так ну вот так пытаясь настроить фокус немножечко так нанесли мы с вами второй цвет немножко зависли и теперь попрошу клиентку перевернуть пальчик естественно да и аккуратненько примерно от серединочки нижнего цвета аккуратненько кисточку прям практически положила горизонтальной поверхности и еле 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 прикасаясь протягиваю темный цвет темного на кончике до чуть-чуть вверх да на наш 395 номер красивый такой розовый с мерцанием так и аккуратненько выравниваю на кисточку не давим и просушиваем все хорошо все норм спасибо большое а то у меня какой-то такой завис произошел экран не реагирует и я уже даже видите палец оголила перчатки потому что на перчаткой пытаюсь поправить не получается и так просушиваем сейчас я посмотрю на концентрацию цвета вот чуть-чуть полусухой кисточкой полусухой кисточкой еле 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 прикасаясь полусухой кисточкой чуть-чуть все и просушиваем у нас все будет получается с вами перехода до одного цвета к другому но за счет того что мерцание одинаковое да вот этот вот насыщенный шиммером цвет будет красивый переход так ну и давайте сделаем например вот такой вариант да так этот пока поставим перед собой и сделаем еще один варианте только возьмем мы с вами 398 номер и 397 вот два цвета давайте сделаем потемнее сверху снимаю с кисточки все ненужное и по крайней мере стараюсь потоньше до наносить ухте псих большой такой как ватман хорош для тренировки так аккуратненько примерно на одну третью часть ну чуть меньше скажем так половинки кисточкой для градиента аккуратненько примерно от середины практически горизонтально поверхности протягиваем гирлочок по ноготочку вот так практически сводим на нет практически на нет пройдусь еще разок еле 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 прикасаясь еле еле прикасаясь не давим на кисточку и протягиваем практически на нет до свободного краешка теперь мы берем с вами второй цвет так наносим естественно его на свободный край давайте там примерно одна третья часть да вот так на свободном краешке просим клиентку перевернуть ноготочек и наоборот от свободного краешка поднимаемся вверх и не надо самого-самого конца понятно что не надо гирлак наносить очень жирным слоем абсолютно ни к чему гирлаки очень плотные очень плотно сразу укладываются в один слой так чуть-чуть приподняла переверну клиентки пальчик так а в принципе я считаю что больше ничего и не надо видите элементарно за счет одинакового содержания шиммера вот таким с розовиночкой что в синим цвете что в серебряном этом цвете за счет этого нивелируется этот переход и получается очень плавно плавно из первого раза просушиваем просушиваем так ну и пока высыхает мы естественно с вами поговорим опять же про декорации до который мы можем сюда добавить ну во первых хочется вам сказать уже сто раз говорили конечно же ну простите работа у нас такая значит вышли буквально их совсем чуть-чуть вот смотрите с камушками до варианты с камушками зимние мотивы волшебное настроение нелгрост 5d значит номер семь и номер восемь значит они сразу с камушками идут объемные да когда вы покрываете такие слайдеры топом вы конечно же должны с камушков как бы лишний топ убрать но перекрыть все равно обязательно нужно вот прошлый раз мы добавляли такие картинки как бы всякие разные там вот именно объемные да и вытирали мы сегодня что-то сделаем с ними и так это новые декорации которые вышли вот в конце 22 года значит волшебное настроение зимние мотивы вот такие два варианта теперь следующих два варианта это слайдеры которые уже успели полюбиться многим значит ты лесная сказка номер 38 из candy стиль вот смотрите коньки шишки цветочки домики веточки и так далее вот такой вот вариант 38 и 39 вот больше мне нравится он такой желто-коричневом стиле и как раз таки вот мы с вами типсики я уже выставляла именно с синим цветом очень красиво посочетала вот эти вот картинки именно вот с этого варианта видите вот они сканди стиль 39 номер и вот интересно такая баночка внутри там домик такой зимний очень прикольно понравились птички как-то вот до этого много вариантов дела птички никуда мне что-то как-то так не притулились поэтому очень хорошо здесь их задействовали а вот значит подарочек видите вот он тоже прикольно именно синим цветом классно сочетается на темном цвете который мы сделали градиенте я видите вот например просто добавила опять же из этой же сканди стиля до вот эти белые звездочка ангелочек видите вот они летают можно еще веточку какую-нибудь прилепить и мы конечно же прилепим вот они видите и ангелочек и звездочкой какой-то надпись причем надпись помощью стемпинга мы с вами можем сделать так вот такая кружка а вот такая кстати кружка это из декорации которые были в прошлом году и я вам сейчас покажу вот например я конечно могу немножечко вас вести в заблуждение в плане допустим если кто-то в интернете заказывать может быть в интернете не будет но я зашла специально в наш магазин и посмотрела какие есть в наличии у нас вот смотрите сказочная пора классные тоже веточки и часики и так далее тоже классно подойдут если у кого-то с прошлого года остались такие номер 35 сказочная пора в магазине в нашем в ростове продаются и я думаю что есть и наверное и в интернете да в интернет магазине вот такой вот вариант видите на лкрус 5d уютные выходные номер 34 тоже у нас есть продажи с нового года и они очень очень сейчас прям классно подойдут к вам на новый год ведь ведь на всех же пальцах этого делать не нужно вы же прекрасно понимаете что это просто картинка для одного пальчика вот значит вот такие варианты есть еще геометрия с тоже с камушками тоже прикольно прям посредине приклеить какую-то надпись от штампиком поставить с помощью техники стемпинга да вот такие есть у нас в наличии в магазине и вот такие есть барокко видите вот эти украшалки прикольные можно знаете на любой фон натянуть спайдер гель например беленькие на официально много что есть вот елена павлова нам писал ну можно же просто в интернет-магазине и мишоп зайти и допустим что-то посмотреть для себя ведь вы купите одну картинку эту одну картинку можно растянуть минимум на раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять клиентов если учесть только на каждого клиента будет по две картиночки задействовано по одному пальчику так ну может быть у кого-то остались таких вот и у нас продажи нет я не увидела в магазине но может у кого-то остались тоже они были очень классные такие праздничные именно с камушками россыпь камней тоже прикольно будет в принципе я много купила вот видите диана запаслась если честно у меня тоже вот остались я их заныкала сейчас прошлого года лежали я все думала вдруг не продадутся вдруг придется что-то показать такой момент наступил вот значит вот эти варианты точно есть еще с красными бантиками там есть еще другие несколько наклеечки такие объемные так что вот такие вот варианты есть в ростове прям если кто-то нас из ростова смотрит можете например воспользоваться вот такими вот картинками которые еще с прошлого года так и шармикончик из прошлого года может быть у кого-то остались тоже очень интересные например новогодняя ночь номер 199 вот такая со звездочками тоже ничего тематичного то есть какой у нас прошлый год этот год год тигра же да и заканчивается начинается год кота кролика то есть это такие вот наклейки которые вообще совершенно нейтральные которые неважно в каком году вышли они будут хорошо пойдут на новый год в любых дизайнах и в любой год неважно кота кролика или тигра или петуха или еще кого-нибудь видите нейтрально очень красиво тоже как бы часть ноготочка покрыть каким-то цветом разделительной полосой вот такой праздничной разделить фаворит прошлого года мой мой фаворит с прошлого года налейте водички да спасибо большое надежда я боюсь от стула встать я так нервничаю что я лучше удавлюсь задавлюсь потом прямой эфир закончится так танцуют все просто фаворит я не знаю и блин вот в этом году почему-то такие вот никакие не выпустили с надписями но тут просто вообще супер с новым годом крошка мандариновый муд я не подарок да и ты не санта вот мандариновый муд подари мне санта антидепрессанты кто работает тот я и так далее подарите шубу шубу мне и так далее ну вообще такие вот классные высказывания но как известно я все время очень люблю какие-то знаете эти ну шарми кончики с буковками словечками прикреплять по одной простой причине они очень сильно осовременивают любой дизайн и неважно что там написано ну понятно что ничего плохого не хочется прикреплять но вот такие всякие словечки они на самом деле вы подождем вы нам нужны хорошо если вдруг уже прям совсем совсем приспичит я сбегу ладно простите меня ради бога так вроде бы нормально себя чувствую абсолютно ну что не знаю то ли нервишки то ли чем и так мы с вами сделали два градиента я вернусь значит да вот уже не буду тратить время на третий градиент видели да все в один слой абсолютно без всяких там проблем так и теперь мы с вами будем непосредственно работать с декорациями с декорациями так ну давайте например например сделаем так сейчас я у меня просто есть такие вот резанные картинки я сейчас отрежу прямо чтобы новую не открывать вот например баночка внутри знаете вот кто бы там я думала банка солеными огурцами а тут нет домик с елочкой внутри но это хорошо у кого зрение молодой зоркой сразу можно разглядеть вот у кого не очень уже молодой показалось что это банка с едой а нет оказалось домиком и елочкой так я положила на мокрую салфетку и сейчас мы с вами все это дело закрепим на нашем красивом фоне и так девчат значит слайдеры да а мы начинаем работать со слайдерами конечно же прикрепляем на слайдер топ ну в нашем случае слайдер топ если у вас такового нету в наличии то тогда можно воспользоваться просто жидкой базой а такие надписи есть продажи интересно свет вы спросили или утвердили меня тоже пригласили после праздника в качестве спикера боюсь на самом деле хочется сказать не бойтесь все хорошо сама буду говорить и буду лукавить потому что боюсь все время так значит очень тонким тонким слоем очень тонким слоем я вот сюда приклею слайдерочек виде вот этой баночки в которой внутри которой есть домик и домик скажите и там елочка и елочка подсушила буквально 10-15 секунд прикрепила картинку причем вот я прикрепляла уже тут и банку и птичку и так далее понимаете тут вот фон сам по себе очень красивый и не хотелось бы конечно его ничем особым заваливать все прикрепила по центру и начну теперь вокруг баночки танцевать так обязательно конечно же просушим смотрите у нас вот много спикеров тут вот рождается я вот много лет работаю здесь никогда себя спикером не считала особо вот просто знаете как бы саму себя начинаю ну говорить о том что ну надо надо вот как и катя и вера говорят о том что надо выйти из зоны комфорта стараюсь выйти стараюсь держаться стараюсь быть нужной наверное вот так вот страшно без этого всего остаться но я всегда себя комфортно чувствую в классе с учениками вот я сейчас сижу в классе стены родные стены греют и помогают так подсушила девчат и теперь мне нужно взять немножечко белого гель-лака немножко белого гель-лака и сделать вид что у нас с вами банка стоит в сугробе например белый гель-лак 001 все очень просто мне нужна буквально капелька так убираю все с экрана чтобы так немножечко вот сюда вот так так кисточка идеальный мазочек номер 0 взяла в руки хотя на самом деле можно абсолютно взять любую кисточку которая будет удобна для вас так и теперь вот здесь аккуратненько аккуратненько под баночкой под баночкой вот сюда нанесем сугробик буквально кончиком кисточки чуть-чуть растушевывая небольшой маленький сугробик так сейчас сюда вы видим чуть-чуть вот сюда такой знаете как облачко облачко вот так вот если чувствуете что много гель-лака схватили на кисточку ничего страшного никогда не поздно вернуться к основному цвету чтобы не вытирать не затирать вы можете взять и приглушить этот белый цвет с помощью того же цвета который мы с вами делали фон вот я сейчас возьму немножечко этот 398 красивый цвет и можно вот например вот здесь вот чтобы аккуратненько было видно граница между баночкой и снежочком видите вот так аккуратненько добавить тенешечки так просушиваем просушиваем с помощью стемпинга ведь у нас же есть новогодний видите пластинка до новогодняя тематика можно взять например и поставить надпись помощью техники стемпинг да мы можем взять с вами белую красочку или белую импасту можно запросто белую импасту взять и штампик да тут какой-то у меня вражеский под руками есть маленький так и например поставить где-нибудь надпись например где-нибудь внизу или вверху а потом еще добавить каких-нибудь снежиночек ну давайте попробуем так значит добавляю надпись м-пастой давайте вот такую какую-нибудь christmas так мэри хэппи christmas да счастливого что там нового года или рождества это белая импаста у меня так чуть-чуть под камеру подлезла так быстренько сейчас мы все это дело уберем мы взяли с вами пластинку которая у нас вышла к новому году так аккуратно нажали подняли и сделали быстро отпечаток вот тут верхней части хэппи christmas вот так чуть-чуть тут лишнее вот поставили надпись просушили естественно так и взяв конечно же любимую кисточку 5 дробь 0 линеарную любую кисточку перед началом работы конечно же имеет смысл опустить кончик кисточки в базу да мы уже сто раз говорили и не устаем говорить и девчонкам нашим ученикам всегда говорим не мойте кисточки в спирта содержащих растворах под стона содержащих растворах капелька базы и салфеточка и больше ничего не нужно всегда кисточка будет хорошем состоянии так и с помощью белой импасты естественно да мы еще ничем не закрывали мы еще ничего такого не делали сверх естественно белая паста тоненькая кисточка и мы буквально доработаем наш дизайн это могут быть пару снежиночек естественно да девчат причем такие какие-нибудь совершенно самые самые простые можно поставить отпечаток да с помощью техники стемпинг да можно воспользоваться пластиночкой со всякими снежинками сейчас не только у ими есть пластинки всякие да с новогодней тематикой есть очень много разных фирм которые выпускают такие мне кажется любой мастер на рынке сейчас найдет какие-то свои решения ну в любом случае вы же понимаете да что я должна сказать любые решения найти найдете но лучше всего конечно декорации от компании эйми вот я тут голову подняла светлана спрашивает а импасты можно штамповать на липкий слой ну по большому счету можно можно просто ну знаете смотря с какой силой там нажать на штампик да и так далее в принципе вы же потом будете сушить она же не на воздухе будет высыхать поэтому в принципе можно на дисперсию поставить если вы поставите на то без липкого слоя будет конечно лучше в любом случае будет аккуратней да посмотрите там подушечка как она будет себя вести когда вы будете ерзать ей по липкой поверхности где-то подушка раз подскользнулась и рисунок может смазаться и так далее если вы делаете это быстро четко рука нигде не дрогнула в принципе почему бы и нет можно оставить можно и на липкость отпечатать потом просто просушить и закрыть топом ведь еще импаста видите чем хороша ведь ей же можно ставить оттиск до на готовый ноготь то есть вот например я могла бы сейчас закрыть допустим ноготок смотрю что-то не хватает и я могу например импастой отпечатать любой рисунок уже на готовую поверхность вот я сейчас смотрю вот на это место ну так что-то хочется сюда но не буду времечко идет лучше мы еще один какой-нибудь вариантик сделаем и можно было бы например импастой потом допечатать да и уже ничем не перекрывать то есть и получалось бы на готовой поверхности так снежиночки добавили просушили девчат и обязательно будем закрывать но тут надо вспомнить обязательно о том что любой слайдер особенно объемный слайдер да нужно обязательно обработать обработать праймером до или ультрабондом в нашем случае обязательно ультрабонд и вот хорошенечко вот так вот аккуратненько все это дело пропитать ультрабондом ультрабонд высыхает на воздухе в течение одной-двух минуточек после этого вы закрываете топом хотите глянцевым хотите матовым неважно ну вот так как у нас фон все таки с шиммером но я не вижу смысла сейчас перекрывать матовым топом хочется немножко блеск чтобы сохранился мы конечно добавили декорацию до в виде например вот такого слайдера объемного а вы знаете вот цвета настолько самодостаточно что в принципе иной раз и думаешь может быть не надо было ничего добавлять но у нас тема такая нужно добавить поэтому мы и стемпинг тут немножко вспомнили да и снежинки можно и от руки нарисовать и с помощью техники стемпинг сделать благо вот допустим у нас есть всевозможные варианты плане решения вопроса и стемпинг у нас есть да все в порядке и руки у нас вот тут есть импаста у нас тут есть и поэтому даже как бы нам прям повезло так я взяла сейчас чистую кисточку и прежде чем я поставлю сушить я беру и аккуратненько стараюсь снять лишний топ с поверхности объемные вот этой картинки да вот чуть-чуть распределяя сказать что прям сильно давлю со всей пролетарской ненавистью конечно же нет просто аккуратненько убираю лишнее для того чтобы сохранить объем вот этой нашей объемного чтобы сохранить объем объемному слайдеру вот так просушиваем и принципе дизайн готов так и здесь давайте мы точно так же сейчас подготовим фон я возьму как раз таки с прошлогодней коллекции возьму с прошлогодней коллекции называется она у нас кто бы помнил но смысле это не название а это констатация фактов что кто-то забыл как она называется так вот это вот и уютные выходные да давайте возьмем чашечку мне просто нравится она знаете такая смотрится так сложно сочиненная такая тут вот и с печенюшками и елочка тут есть ненужную бумажку конечно просто по максимуму обрежем вырезать подробно конечно же не нужно абсолютно ни к чему так все лишнее убрали быстренько на мокрую салфеточку положили так все мокрая салфеточка есть значит прежде чем буду прикреплять я буду тоже аку возьму немножечко белого гель-лака и точно так же немножко подсвечу подсвечу фон под кружечкой под кружечкой сейчас девчат секундочку я взяла белый гель-лак можно кстати добавить давайте вспомним о том что у нас есть спайдер гель почему бы и нет да ну например беленький беленькая паутинка можно ее немножечко для загадочности добавить сейчас мы вот сюда добавим никогда лишним не будет например вот так ну потому что все равно потом будем прикреплять на что-то липкое да либо на базу либо на слайдер топ картинку давайте вот так просушиваем так это мы добавили с вами паутинку белую да в нашем случае это белый спайдер гель так немножко подсветим фон для будущей кружечки вот сюда вот так кружка будет примерно здесь я сейчас вот так немножко немножко выразительности добавится видите вот банку мы прикрепляли и потом до подсветляли под ним как будто это у нас снежочек да на снежочке как будто баночка там с елочки стоит а здесь мы с вами чуть-чуть займемся высветлением так вот пятнышко подсветим чуть-чуть а только потом прикрепим наклеечку непосредственно да чуть-чуть возвращаюсь к цвету которым фон сделан так чтобы плавный был более плавный переход так просушиваем покрупнее все хорошо видно хорошо видно спасибо большое я вроде бы стараюсь вот все 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 убирать с экрана чтобы фокус был только на типсинки девчат ну стараюсь как могу видимо не очень хороший оператор вам достался так этот вариант у нас уже готов мы сейчас вот отсюда его уберем вот сюда прикрепим у нас еще как раз таки времечко есть вот смотрите и вот этот вариантик да доделываем и так значит слайдер топ слайдер топ если слайдер топа нету то это может быть просто капелька базы слайдер топ буквально вот тут чуть-чуть для липкости мне надо будет прикрепить слайдер подсушиваю 10-15 секунд 10-15 секунд очек в нервном напряжении нашла пинцет даже на столе вот она наша чашка прикрепили так если слайдер топ или базу немножечко не досушить то картинка неважно какой слайдер там объемный необъемный очень хорошо двигаться по поверхности я могу подвинуть туда куда мне надо чуть ниже чуть выше правее левее неважно я сейчас поставлю сушить но перед тем как я поставлю сушить я вернусь немножко к основному цвету вот здесь вот чуть-чуть вот так а то немножко мне кажется переборщила с беленьким так подсушиваем теперь все одновременно да так подсушиваем и теперь немножко можно да по опять же посмотреть может быть какой-то отпечаток поставить там где-нибудь с новым годом с новым годом сейчас мы что-нибудь найдем magic magic волшебный момент вот здесь вот у нас есть помните мы с вами только что брали вот пластинку для стемпинга пластинку для стемпинга чуть поярче будет если мы сделаем это краской лаковой допустим лаковой краской да не импастой лаковой краской так и я хочу отпечаток поставить опять же верхнюю часть ноготочка но у меня тут как бы липкость есть я так немножко немножко можно принципе топом без липкого слоя немножко мазнуть подсушить а можно вот тут немножко вот так вытереть чуть-чуть да абсолютно чуть-чуть только лишь для того чтобы поставить отпечаток так я возьму что тут счастливые моментами это такое принципе место такое довольно таки большое так сейчас секундочку я есть место которое не успела помыть давайте я в принципе вот это happy new year happy new year вот тут вот как раз нормально я подушечку очистила взяла лаковую краску все лишнее убрала и проблема обычно бывает только с набором легкий накат и вообще практически не давим как будто знаете мимо шли все набрали не давим абсолютно просто аккуратненько легким накатом поставили вот сюда вот надпись happy new year ярко получилось так давайте будем закрывать и можно будет потом уже доделать сверху до по готовому ноготочку значит обязательно обрабатываем праймером обязательно обрабатываем праймером картиночку нашу праймером или ультрабондом в нашем случае все на воздухе ультрабонд высыхает течение одной-две минутки после этого вы закрываете топом и я опять же не хочу закрывать матовым топом потому что фон будет блестеть будет с красивым мерцанием и не хочу ни капельки там вообще самый красивый цвет из набора с таким красивым мерцанием он получается чтобы цвет не испортить не замутить его наоборот подчеркнуть его блестящий блестящий как это сказать блестящее состояние вот так блестящее состояние так аккуратненько с элементами мы сделаем немножко так выпрямление и конечно же чистой кисточкой чистая кисточка где мы чистая кисточка на столе где-то ж наверно есть какая-нибудь так и обязательно с картиночки она же объемная аккуратненько убираю лишний топ лишний топ убрали так и просушили просушили ну пока сохнет времечко просто идет подходит к завершению как бы наш прямой эфир пусть пока сохнет итак девчат значит мы сегодня с вами маленький обзор опять же провели на тему новых гель-лаков под гипнозом до 6 красивых цветов с мерцанием не буду же коробку доставать у меня вот тут лежат типики которые с выкраски 6 цветов красивая новая коллекция под гипнозом так я попробовала сделать с ними градиент вот он значит все цвета использовала в один слой вы видели да и и каждый цвет наносила до половиночки стушевала значит до 12 ну от середины вниз и потом второй цвет накладывала как бы сверху то есть не перемешивала два цвета на поверхности потому что очень сложно это сделать поэтому лучше каждый цвет в отдельности наносить растушевать и потом сверху наносить второй цвет так и как раз таки с одинаковым шиммером цвета очень красиво соединяются, получается очень красиво. Ну и благодаря декорациям, которые были в прошлом году, декорациям, которые были в этом году, красивые варианты у нас с одной единственной пластиной. Вот купить одну единственную пластинку новогоднюю, можно кучу дизайнов с ней наделать. Мы уже делали в прямом эфире. Я вот так вот поставлю на экран типсики. Может быть, вы как раз делаете скриншот, и это будут вам варианты к вашей работе. Я побольше желаю вам, конечно же, клиентов. Вроде бы хочется сказать, поменьше работать, побольше зарабатывать. Ну нет, ну вы же красоту несете, да, в мир в этот. Всем мира, всем побольше денежных клиентов, девчат, всем удачи. Встретимся в следующий четверг на странице ВКонтакте. А сейчас мы проведем еще прямой эфир на страничке в Инстаграм Кати Мирошниченко. Катя попросила провести прямой эфир у нее на страничке, и мы сейчас еще разочек продолжим эту тему. Так что всем до встречи, всем большое спасибо за ваше внимание, удачи, до новых встреч и с наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok